Первый поезд, построенный в Англии, развивал скорость 38 км в час, удивляя горожан и давая конным дилижансам XIX века сотню очков вперед. Сегодня, когда приоритет дальних поездок отдан авиатранспорту, появление поезда, развивающего скорость до 603 км в час, способно перевернуть и наше представление. Технологические поезда эволюционировали в такой последовательности. Паровозная тяга, электротяга, магнитная подушка. Электротяга практически полностью заменила паровую через 80-90 лет после появления первого паровоза, но до сих пор не исчерпала своего потенциала, несмотря на освоение магнитной левитации. Моглева. Японские инженеры пошли сразу в двух направлениях. Улучшать существующие технологии и прорабатывать новые. Еще в 1964 году в Японии открыта высокоскоростная магистраль Синкансин. Поезда развивают скорость до 320 км в час за счет улучшенных аэродинамических характеристик, новых типов двигателей и других конструкционных улучшений. По этому пути пошли и другие производители высокоскоростных поездов, французский Яльстом, американский Бомбардирьер, испанский Тальга и немецкий Сименс. Каждая из компаний имеет в числе своих разработок высокоскоростные поезда, способные развивать скорость свыше 200 км в час. Эра высокоскоростных поездов в России началась в 2009 году, когда по маршруту Москва, Санкт-Петербург был запущен первый Сапсон, изготовленный компанией Сименс на базе модели высокоскоростного поезда Велорои и адаптированный для нашей страны. Японские поезда Синкансин занимают третье место в рейтинге самых скоростных поездов в мире. Самый быстрый действующий поезд на магнитной подушке работает в Китае. Это шанхайский маглев. Слово маглев происходит от сокращения двух. Магнитная левитация. Суть технологии заключается во взаимном действии магнитов, одноименные полюса которых отталкиваются. Так преодолевается главная проблема рельсовых поездов – трение о поверхность. Новая технология потребовала не только новых поездов без колесных пар, но и новой инфраструктуры. Специальное Т-образное рельсовое полотно укладывается на бетонную подушку. Визуально поезд охватывает рельс со всех сторон, приподнимаясь в движении всего на 1-2 сантиметра над полотном. Шанхайский маглев преодолевает маршрут в 30 километрах за 7 минут и 20 секунд. Максимальная скорость достигает 430 километров в час. Шанхайский маглев – серебряный чемпион скоростного движения среди поездов. Недавно определившимся скоростным лидером стал другой японский поезд – Йо-Термоглев. Именно его экспериментальные поездки показали скорость в 603 километрах в час. Японская технология магнитной левитации несколько отличается от реализованной в Китае. Левитация осуществляется с помощью сверхпроводящих магнитов. На практике это означает большую стабильность движения. Изменился вид железнодорожного полотна и конструкция самого поезда. Особенностью технологии является ее эффективность только на больших скоростях, что предполагает наличие колесных пару поездов для движения на скорости менее 100 километров в час. Йо-Термоглев – самый быстрый поезд в мире, промышленную эксплуатацию которого планируется начать в 2027 году. Максимальная скорость достигает 603 километра в час. Пока в большинстве стран начинается внедрение высокоскоростных электропоездов, ученые обсуждают развитие магнитной левитации. Если поезд на магнитной подушке будет ходить в вакуумном туннеле, можно избежать воздушного сопротивления. Теоретически скорость движения таких поездов будет достигать 6000-8000 километров в час. Продолжение следует...